Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Строим дом своими руками» и сегодня у нас интереснейший проект. Сегодня мы должны будем с вами прикрепить софиты, оформить лобовые и ветровые планки и оформить свес кровли. И также построить 9-метровые леса. Хоть и канал называется «Строю дом своими руками», предполагающий, что сделаю я это самостоятельно, конечно же, 9 метров, друзья, в небо – это жесть. Поэтому я пригласил двух своих замечательных, надежных, верных друзей, которые помогут мне сделать эту работу вместе, сделать ее интересно для вас и сделать ее полезной. Знакомьтесь, мой дорогой друг, товарищ и брат, и тезка главная, потому что зовут его Денчик. Собственно, Денчик. Всем привет! Так, ну что, давайте, наверное, приступим, чтобы время не терять. Сейчас еще Денис освободится, у него вечные телефонные, у меня тоже, вечные телефонные какие-то переговоры. Ну, не об этом. Давайте, наверное, приступим. Работы много, надо все сделать. Я заметил такой нюанс. Если продумать некоторые мелочи, то вы будете меньше уставать на стройке. В данном случае я не зря кладу доски на прицеп, чтобы меньше нагибаться, а, соответственно, сил у меня хватит на дольше. Собирать строительные леса – дело не из простых. Как минимум, нужно два человека. Заранее подумайте о том, кого вы сможете пригласить на стройку для установки лесов. Эта работа требует дополнительных рук. Эти леса, которые сейчас вы видите на картинке, они метровой длины. Если брать стандартные варианты, они идут высотой 2 метра. До 4 секций можно смело монтировать без страховки. Вот таким нехитрым путем поднимать секции наверх значительно легче. При транспортировке строительных лесов старайтесь не составлять их на снег или на землю, потому что соединения могут забиться, и вам потом будет самим сложно собирать эти леса на объекте. Я посчитал, что отстегивать страховочный карабин лучше всего после того, как леса уже плотно зафиксированы на своих местах. Вы видите, мой помощник не одел каску, и это грубое нарушение техники безопасности. Всем советую одевать каску на стройке. Друзья, старайтесь, чтобы ни страховочный лищ, ни веревка для подачи подъема инструментов не путалась у вас под ногами, так как в любой момент она может сыграть злую шутку. Хочу сказать пару положительных слов о страховочном поясе, который на мне одет. Однажды он спас мне жизнь, когда мы крыли крышу, моя коленка соскользнула с металлопрофиля, и я покатился вниз. Спасла только страховка. Кстати, на этой страховке вы сейчас не видите амортизатора. Когда я падал, он выстрелил, и тем самым смягчил мое падение. Перед глазами были крюки желобов, а я висел уже под карнизом. Ощущения были непередаваемые. С тех пор я всегда одеваю страховку и еще больше боюсь высоты. Мы замерили ширину карниза, и теперь переносим этот размер на наши софиты. Очки ИСС – отличный вариант для того, чтобы защитить глаза от металлической стружки. Обратите внимание, что запил мы делаем с той стороны, которая пойдет к стене, для того, чтобы не было коррозии металла. Я пилил, укладывая по три софита друг на друга, но 125-я болгарка третий софит не допиливает, поэтому лучше укладывать по два софита. Два самореза по краям вполне хватает для того, чтобы софит очень крепко держался на стропилах. Я заказывал на заводе сразу нарезку в размер, поэтому гильотина, которая обрезает софиты, немножко загибает углы. Возьмите с собой обязательно наверх плоскую отвертку. Ребят, ну, значит, с этой стороной софитов мы закончили. Сейчас мы сделаем лобовые и ветровые, и пойдем уже зашивать ту сторону. Почему я это делаю зимой и сейчас? Друзья, первое – закрываемся от гнездования птичек, которые весной начнут видеть свои гнезда под кровлей. Ну, а вторая тема – это мы делаем, потому как снег можно сейчас наметать под софиты, и нам это вообще не нужно. Вот и лобовая подъехала. Сейчас мы их фиксанем, а потом поставим ветровые сверху. Так, ребят, должен вам сразу показать один интересный момент. Смотрите, вот этот вот профиль я сам придумал. То есть вот сюда будет укладываться доска, я вам сейчас все это дело объясню, а вот эта будет закидываться на кровлю. Пока мы их откладываем, потому что сейчас нам важнее сделать лобовую планку. Сейчас мы ее будем тут прикладывать. Нам нужен маркер, нам нужен угольник. И наберем планку, прикладываем ее и заведяем. Это делается вот так. Для того, чтобы запилить ровные углы ската кровли, я использовал шаблон. Кстати, я очень боялся, что в перфорированные софиты будет заметать снег. И вторая моя боязнь была, там будет скапливаться пыль. Но, как показала практика, софиты совершенно чистые, и снег через них не продувает. Переносите шаблон на ваше изделие, отмеряете, отпиливаете, и у вас ровненький угол. Не забывайте все места, где вы пилили болгаркой, обработать баллончиком защитной краской. Отгибаем угол, который пойдет на другую сторону. Для того, чтобы постоянно не мучиться с разными насадками на ваш шуруповерт, проще использовать второй шуруповерт. У меня он есть, но лень дала о себе знать. Мне проще было переодевать насадки. Теперь мы должны почистить эту сторону. Как же прикольно сбрасывать снег с кровли. Этим самым я еще и проверил, насколько металл веранды держит удар с хода лавины. Мне очень понравилось, как работают снегозадержатели. Я ожидал худшего. Прикольно. Снегозадержатели я покупал усиленные. И ни на секунду не разочаровался в этом. Всем советую. При всей хлипкости конструкции, на первый взгляд, они очень крепко держат снеговые навесы. Теперь самое интересное. Мы сейчас будем вставить вот эти лобоухи. Короче, вот сюда сейчас надо будет зафиксировать деревяшку. И все. Сейчас мы крепим лобовую доску. Сверху мы прибьем деревянную плаху, на которую мы зафиксируем нашу 3D панель ветровой доски. Ну, точнее, ветровой планки. 3D панель, конечно же, изобрели до меня. Но гнутье я заказывал под свои размеры. Нарисовал, как умел, примерную схему сгибов и отпилил это все болгаркой. Друзья, никогда не забывайте про средства защиты. Лучше всего одевать и перчатки, и очки, и дыхательную маску на лицо. Потому что мелкие осколки абразива могут попадать в органы дыхания. Офигеть, как удобно! Одному, ребята, это просто супер! Кто-то сейчас скажет, ты вкрутил саморез не под ребро. Снизу это не так бросается в глаза. И я не посчитал, что там есть что-то страшное. Посмотрите, как это выглядит с расстояния 2 метра. Представьте, как это здорово смотрится с земли. Ребят, мы собрали сейчас вот такую конструкцию. Есть один вопрос. Смотрите, примыкание. Видите, где водосточный желоб? Там ветровая, она чуть задрана. И из-за этого у нас с Дэном возник спор, что надо ли это все менять или оставлять это все в таком ключе. Он говорит, что надо ниже опустить. Я говорю, там, в принципе, водосток. Давай оставим так. Он говорит, ну, может, так и оставим. Неплохо смотрится. На самом деле, с разных ракурсов смотрится классно. Нормально смотрится, нормально. И я думаю, так мы и оставим. Сейчас я прикручу вторую лобовину, и мы передвигаем наши леса. Ребят, передвигать леса, это просто чудо. Для того, чтобы подниматься на 8-метровую высоту, я сделал два места перестраховки. Первая шла в четвертом метре, а вторая была уже на шестом. Переключая страховочные лещи, меньше боишься о том, что можешь сорваться. Кстати, эти веревки проверены мной лично. Я на них качался, и они отлично держат. Соседи немножко с недоумением смотрят на меня, строящего карниза зимой, когда для этого всем дано специально лето. Но ажиотаж и стремление чем-то занять свои руки не дают мне покоя. На разных ресурсах я читал очень много информации о том, какие саморезы нужно использовать, на какую глубину их вкручивать, что их может всех вырвать снегом. Друзья, меньше слушайте диванных экспертов. Мы закончили левую сторону карнизов. Сейчас переставим леса и будем зашивать правую часть. Как говорится, строительство строительством, а обед святое дело. Сегодня крайне холодно. Да. Сейчас напишут, конечно, что дрянься клуешь. Один раз в месяц поесть китайскую лапшу просто святое дело. Сразу говорю, никакой рекламы. Никакой. Прежде чем приступать к работам с баллончиком краски, согрейте его до 20 градусов тепла. Красить минусовую температуру не совсем комфортно. Но у меня это удалось. После работы с краской переверните баллон кверх ногами и пробрызгайте до того момента, пока краска не закончится и не пойдет просто газ. Кстати, я вам не говорил, но первое мое высшее образование связано с художественным ремеслом. Глазомер очень хорошо развит, и поэтому часто мне не приходится пользоваться линейками. Подрезка плинтусов или каких-то определенных углов для меня всегда в радость. Ребят, только русский человек, дичайшим образом боящийся высоты, может вот так просто на 9-метровой высоте стоять на одной деревяшке. Да, единственное, зафиксирован, конечно. Ах, ребятки, ребятки, как же мне страшно. Как же я этого боюсь. В принципе, если ваш чердак является холодным, вам не обязательно брать перфорированный софит. Я брал его, думая о том, что мест для проветривания чердака будет очень мало. На самом деле их хватает с лихвой. Также можно выбрать вариант раскладки, где у вас будет перфорированный софит, чередоваться с неперфорированным. И это тоже смотрится неплохо. Хочу заметить, отрывать пленку с перфорацией в холодное время намного легче, чем в жару. Снимается вообще на раз. Рукой выравнивает софит, дело неблагородное. Я думаю, что аккумулятор шуруповерта тоже не оценит вашу доброту. Возьмите деревянную киянку. На этом видео я показываю, как делать не стоит. Итак, друзья, последнее, что нас отделяет от окончания работы над кукушкой, над нашим флигелем, флюгером, я не знаю. Это вот последняя планка. Сейчас мы ее прикручиваем и передвигаемся с вами на работу над вот теми свесами кровли. Да, вот с той стороны уже он сделан, а здесь его нет. Вот его надо еще будет обыграть, то есть передвинуть леса и сделать вот этот свес. Так, в принципе, мы закончили. Почти уже. И я хочу сказать, что работа была интересна. И кукушка, это вот при всех недочетах, которые все-таки существуют, а они есть в любом случае. Может, вы что-то не заметили, но я-то их знаю. Снизу она смотрится обалденно. И эти недочеты, они, конечно же, никто их даже и не заметит, если на них не акцентировать внимание. Также, когда я залез на крышу, я посмотрел, как работают наши снегозадержатели. Мне понравилось. С той стороны особенно наметает, и они очень хорошо держат. При всей вот этой хлипкости, казалось бы, он зафиксирован с той стороны на саморез, он отсюда никак не выдернется. Но снег он держит хорошо, то есть нет такого, чтобы лавинообразно спускался с кровли снег. Это плюс. Я считаю, что они отрабатывают на все свои 100%. Конечно, не было еще таких снегопадов, чтобы свисал снег, но в данном случае уже здорово. В следующем видео я хочу вам показать, как я фиксирую желоба на крюки. То есть это уже сделано. Мы с вами пройдем вместе угол, мы зафиксируем замочки и просто объясню, как я собирал карниз, лобовую планку на своем доме и фиксировал для желоба. Строить свой дом для себя – это нереальное удовольствие. Мне, к сожалению, пришлось все-таки использовать шоколадные саморезы. Я понимаю, что это колхоз. Свое оправдание я скажу следующее. Там сейчас греется баллончик с белой краской, я просто это сейчас пшикну и все станет белым. По-другому, к сожалению, никак. У меня просто потерялись белые саморезы. Я приехал на стройку, знал, что они у меня есть, но я их не нашел. Пришлось так колхознуть. Ну, вот так, вот так. Вот давайте просто об этом не будем ничего плохого говорить. Хотя, говорите. Сейчас это все дело обыграю красивенько, аккуратно, пшикну, и все станет ровненько. Вот осталась последняя планочка, она вот уже готова. Тут подровняю, фиксану, будет нормально. Работу эту мы сегодня завершили. Спасибо, что сегодняшний день вы провели со мной. Делитесь в комментарии, пожалуйста, всеми своими идеями и мыслями. Можете меня, конечно же, и поругать, потому что я согласен, косяков там немало. В любом случае, любой профессионал скажет, Денис, это не твое. Но есть один главный момент, друзья. Я строю этот дом своими руками, для себя. Конечно, это нисколько не разрешает мне допускать ошибки. Друзья, я строю как умею. Если этот видос был кому-то полезен, я буду очень рад. Ну, а кукушка наша, будем называть ее так, кукушка наша не гремит. Получилась она неплохо, я считаю. Спасибо вам за то, что делаете наш канал лучше, за вашу помощь, поддержку. Ставьте лайки и до новых встреч, друзья. Пока.